Михаил Прохоров не гоголевский ревизор, но шуму в Иванове наделал много. Сразу несколько публичных мероприятий с участием политика было перенесено из центра города в удаленные места. Приехал Прохоров не просто так, а на открытие общественной приемной партии «Гражданская платформа». На пресс-конференции ивановские журналисты в минимальном составе. Большая часть зала – пресса столичная. Работа нашей партии проходит почти при тотальной блокаде в средствах массовой информации. Я узнаю руку либерала Меня, в принципе, рука верная. Поэтому все равно мы сделаем все возможное, чтобы довести позицию нашей партии до каждого избирателя. Удивительно, но за столом с Михаилом Прохоровым на вопросы был готов отвечать и Дмитрий Сиганов. Буквально недавно судебные приставы рассказали, что этот бизнесмен – самый крупный должник в регионе. Банки от него ждут более миллиарда рублей. История скандальная и впервые ее прокомментировал сам Дмитрий Сиганов. Построил фабрику, одну из трех в Ивановской области, на которую, собственно, и взяты были эти деньги. А то, что она не работает так, как должна работать, это уже проблема не предпринимателя Сиганова маленького, в отдельно взятой Ивановской области, это проблема всей страны. У нас производство вообще-то разваливается везде. Вы думаете, если бы я был такой мошенник, я бы уже не сидел в тюрьме? Я думаю, сидел. Сразу после пресс-конференции Михаил Прохоров провел свои приемные консультации у граждан. И уже через пару часов политик раздавал автограф около спортивного комплекса «Олимпия». Там проходила презентация ее мобиля, который в народе называют Прохоровским. Ивановцы пытались заговорить с высоким гостем, рассказывали о своих проблемах. Губернатора во время визита Михаила Прохорова в Иваново в регионе не было. Очевидно, это связано с прибавлением в семействе Михаила Меня. Однако лидер гражданской платформы на встречу все же рассчитывал. Я звонил ему на той неделе, но он в отпуске находится. В Москве увидимся. Ее мобиль вызвал у ивановцев неподдельный интерес. В нем можно было посидеть и даже прокатиться. Передвигался по городу Михаил Прохоров исключительно на ее мобиле. Но оценить качество ивановских дорог так и не смог. У ее мобиля отличная подвеска, поэтому дорогу не чувствую. Это, кстати, не к тому, что дороги не надо делать. Это первый визит Михаила Прохорова на Ивановскую землю. Буквально днем раньше лидер партии в рамках предвыборной кампании посетил соседний регион – Ярославский. Там в связи с арестом мэра Евгения Урлашова обстановка куда более напряженная. Елена Белова, Олег Милюхин, РТВ Иваново.